Итог трагедии. Какой приговор вынесут директору сервисной компании «Лифтеру»? По их вине погибла женщина. Он не признавал вину. Айзат Абдисамад зажала дверями и утащила в шахту. Рядом с ней находилась маленькая дочь. Повлияла ли эта смерть на ситуацию с аварийными лифтами? Жертвы кровососов. На что жалуются пассажиры казахстанских поездов? Вот так клопы покусали меня в поезде Кастана Алматы. На каком рейсе есть все риски подхватить клопов? Чем опасны эти паразиты? И как обезопасить себя от таких нападений? Варьё вынудило. Жители Алматинской области распродают домашний скот. Почему люди живут в страхе? Вот лошади нету, а корова стоит. Кто угрожает их единственному источнику пропитания? Неужели полиция бездействует? Какова статистика краж? Правда ли, что ни один факт не раскрыт? Отдайте сына. Как тёща лишила зятя прав на ребёнка? Бакибая Тимбетов ищет помощи у журналистов. Сколько он не видел своего младшего сына? Почему мальчик воспитывается у бабушки? Я хотел, чтобы меня встречал Асанали с папой вместе. Ведь родные братья могут вырасти чужими. В октябре поставили точку в громком уголовном деле о гибели телеведущей Айзат Абдисамат в лифте многоэтажного дома. Механика, который ремонтировал лифт, сегодня из зала суда увели в наручниках. А директор управляющей компании, обслуживающей дом, дали уголовный срок. Эльмира Иржанова расскажет подробнее. Услышав приговор, директор обслуживающей компании не смог сдержать слёз облегчения. Он получил 4 года условно. Суд учёл, что семья погибшей женщины простила Кинена Жанабекова. К тому же он хоть и частично, но признал вину и возместил моральный ущерб. Чего не скажешь о механике, который чинил лифт за несколько дней до трагедии. Жарлукас Нахжанов в гибели человека виновным себя не считает. Говорит, что денег на выплату семье погибшей у него нет. Акжанова Жарлукасына Яшимовича признать виновным совершением уголовного правонарушения, предусмотренного в статье 36 части 3 Уголовного кодекса из Кулик-Казахстан, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года. Взять под стражу из зала суда. Трагедия, произошедшая в апреле, в октябре потрясла всю страну. Молодая мать погибла в неисправном лифте. Она вместе с ребенком собиралась подняться на верхний этаж. В кабину успела войти только девочка. Айзат осталась зажатой между кабиной лифта и шахтой, когда подъемник резко рванул вверх. Женщина погибла сразу. Вдовец согласен с приговором суда. Справедливо, да. Пусть сидит. Он не признавал вину. А вот родственники механика Жарлукасна Ахжанова, осужденного на 4 года, намереваются обжаловать приговор. Почему сам виновник на свободе, а беззащитного, простого и механика, ни за что осудили? Как вы считаете? Тем более он больной. После операции человек. Ранее родственники погибшей требовали у механика 5 миллионов тенге в качестве моральной компенсации. Сегодня суд решил, что Жарлукасна Ахжанов должен выплатить 2 миллиона тенге морального ущерба. Эльмира Ержанова, Жумар Схудайбергенов, Инфорумбюро, Октябинская область. Родные погибшей в лифте телеведущей Айзат Абдисамат надеются, что ее гибель предотвратила другие несчастные случаи. Ведь после трагедии подъемники проверили почти по всему Казахстану. Самые опасные 34 лифта просто отключили. На новые жителям пришлось потратиться самим. Дети застревали, поэтому ездили на Сорийский сраг. Восьмой этаж все-таки не всегда хочется, не всегда можется, как говорится, идти. Поэтому хорошо поставили, но скорее бы его сдали в эксплуатацию уже. Последние полгода жильцы поднимаются на верхние этажи пешком. Тяжело старикам и детям, но никто не жалуется. Безопасность важнее. На новый лифт стоимостью около 7 миллионов тенге жильцы будут расплачиваться 7 лет. В среднем с каждой квартиры это около 3000 тенге в месяц. Всего же в октябре в замене нуждаются 300 подъемников. Проблема с лифтами в Казахстане существует не первый год. Только в этом году из-за неисправности подъемников погибли трое. Айзат Абдисамат и двое подростков из Атырау упали в шахту грузового лифта. Глава государства в апреле этого года поручил властям Астаны навести порядок в лифтах живых домов. Впрочем, с того времени ничего не изменилось. И жители многоэтажных домов вынуждены решать проблему с опасными лифтами сами. Лифты являются общим имуществом жильцов, так и как и подъезды, как и крыши, так и как и их подвалы. Согласно закону, жильцы обязаны участвовать во всех расходах по содержанию общего имущества объекта кондоминиума. Жители села Теренкара в Алматинской области жалуются на скотокрадов. При этом, по словам их, за два года полицейские не задержали ни одного вора. Люди живут в страхе потерять единственный источник дохода. И сейчас вынуждены продавать скотину, лишь бы она не досталась преступникам. В селе Теренкара нет покоя уже два года. Здесь все время у кого-то пропадают то лошади, то коровы. Обнаглевшие преступники уже угоняют животных прямо из загонов. А скотина здесь чуть ли не основной источник дохода. Опасаясь потерять все, некоторые начали распродавать скот. То зарежут, то угонят. Вот эти скотины. Мы за счет этих скотин, если честно, живем. Полиция бездействует. Вот эта ППС, что ли, приехала, она что-то крутилась, крутилась, уехала. И в основном их видим спящими. Вообще не приходят. На полицию здесь давно перестали надеяться. Многократные обращения не дали никаких результатов, жалуются жители. И приводят свою статистику. За два года стражи порядка не задержали ни одного скотокрада. Счет пропавшего имущества уже исчисляется десятками. Чтобы продать одну скотину, мы бегаем по 3-4 дня. Ветеринарную справку получи, деньги заплати. А ворам ничего этого делать не надо. Даже если все справки есть, на дороге останавливает полиция и начинает расспрашивать происхождение животных. Как воры все это обходят? Странно все. Полиция области говорит, что с начала года в поселке зарегистрирован только один факт кражи. И заверяет, что борьба с ворами в регионе идет непрерывно. Из полутора тысяч единиц скота, украденных за год, по всей области вернули почти тысячу. В текущем году было задержано 34 преступные группы, занимавшиеся кражами скота. Им доказано совершение 97 эпизодов краж. Каждая группа, каждый член этой группы уже привлекается или уже привлечен к ответственности. В любом случае, люди уже отчаялись и больше не собираются сидеть дома, надеясь на полицию. Местные сформировали маленькие отряды, чтобы сторожить имущество. Теперь у них надежда только на самих себя. Нургали Карабаев, Ренат Абулхаиров, Информбюро, Алматинская область. Пассажирка одного из казахстанских поездов выложила видео в социальной сети, где показала укусы клопов, полученные в вагоне. Возможно ли такое? Обрабатываются ли составы от насекомых? И что делать, если после поездки вы привезли клопов в домов? Выясняла Людмила Батюшкина. Вот так клопы покусали меня в поезде Костана-Алматы. И кусают по всему телу. В комментариях к этому ролику пользователи рассказали, что в вагонах можно встретить еще и тараканов, и блох. Были и те, кто оправдывал перевозчиков, считая, что насекомых заносят сами пассажиры. Оба перевозчика, осуществляющие перевозки по маршруту Костана-Алматы, заверяют, что ролик снят не в их составах. Мы можем с уверенностью сказать, что данный поезд не относится к Казахстан-Тимуржула. Он проводится как дезинфекция, так и дезинфекция. И диротизация этих вагонов на регулярной основе, не реже, чем один раз в месяц, а иногда и чаще. Ну, у меня вот, если было бы что-то, мне начальники поездов на отчет все приходят, они бы кто-то доложили бы мне обязательно. Пока перевозчики проводят проверки, караганинские дезинфекторы подтверждают, что не раз травили клопов в поездах. За один раз этих паразитов не вывезти. Настолько толстая оболочка, ну, то есть у личинок. И никакое практическое средство их не уничтожает. Вагония нужно все убирать, снимать всю обшивку придется. Отрывать, потому что, да, они могут абсолютно в любую щель как бы зайти. И они очень как бы тонкие. Увидеть клопов сложно. Они очень мелкие и ведут ночной образ жизни. Питаются только кровью. Кусают в основном под утро, когда люди крепко спят. Без еды спокойно могут обходиться до полутора лет, впадая в спячку. Потом также легко оживают при появлении людей. Чтобы уничтожить паразитов, лучше всего вызывать специалистов. Стоимость обработки около 300 тенге за квадратный метр. Дезинфекция двухкомнатной квартиры обойдется в 8 тысяч. После обработки нельзя заходить в квартиру 3 часа. А потом необходимо вымыть всю посуду и мебель. Все продукты выбросить. Нужно помнить, что химикаты, убивающие клопов, очень опасны и для людей. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, информбюро, Карагандинская область. В Керчи сегодня прощались с 17 жертвами стрельбы, которая произошла в политехническом колледже. Проститься с убитыми пришли сотни жителей города. 17 закрытых гробов стояли в ряд на центральной площади города. Рядом с каждым небольшой квадратный стол, покрытый бордовой тканью. На них фотографии погибших и цветы. Сегодня в городе действуют особые меры безопасности. Ограниченное движение транспорта, работают специальные службы. Центральная площадь огорожена. Всех пришедших досматривают, проверяют наличие оружия, взрывоопасных предметов. Работают кинологи. После прощания, которое прошло на площади Лени, началось построение травмной колонны, которая проследовала до городского кладбища. В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал самодельную бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и 5 работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье «Теракт». Позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа. Вы смотрите Информбюро. Вернуть сына просит житель Павлодарской области Бакибай Атимбетов. Ювенальный суд при живом отце назначил опекуном 8-летнего Асаналиеву бабушку по материнской линии. По закону такое возможно, но происходит крайне редко. В таком случае, когда у ребенка нет обоих родителей, либо они ведут аморальный образ жизни. Чем не угодил отец, кстати, государственный служащий с 25-летним стажем, выясняла Алиал Мухаммедова. Бакибай Атимбетов говорит, что с мамой своей покойной супруги всегда был в хороших отношениях. После смерти жены его перевели в районный центр. Решено было, что младшему полуторагодовалому сыну пока будет лучше у бабушки. Но это затянулось на годы. Она говорила, что Бакибай сейчас не надо забирать, потому что если сейчас заберешь, я умру. Так как она переносла онкологическую болезнь тоже, и она была оперирована. Но опять же, уважая ее старость, я не мог перешагнуть через это. После того, как бабушка попыталась ограничить родного отца в родительских правах, Бакибай увез сына в райцентр. Но 71-летняя Джавек Иманколова подала иск на признание себя опекуном ребенка. Суд удовлетворил ее требования. Судья разъяснить юридические аспекты такого решения не смогла. Ведь родители в таких делах, как правило, в приоритете. На решение суда может быть подана апелляционная жалоба, либо принесен апелляционный протест в течение одного месяца с дня получения копии решения. Бакибай Тимбетов сейчас женат во второй раз. И он уверен, что в семье с родным братом и отцом 8-летнему Асанали будет лучше. Да и психологи говорят, что дети, выросшие у бабушек при живых родителях, чувствуют себя часто отрезанными от корней. Разрывается родственная связь между родными братьями и сестрами. Каждую неделю я приезжаю в Артыск. Я хочу, чтобы меня встречал Асанали с папой вместе, с тетей Сауле. И мы с ним играли с Асанали. Алиял Мухаммедова, Арман Якубов, информбюро, Павлодарская область. Сегодня исполняется 88 лет всемирно известному ученому, академику Национальной академии наук Казахстана и России Торигельды Шарманову. Он лауреат многочисленных премий в области науки и здравоохранения. Заслуженный деятель страны. Торигельды Шарманович один из организаторов в Международной Алматинской конференции Всемирной организации здравоохранения и ЮНИСЕФ. Тогда декларацию по первичной медико-санитарной помощи признали Великой Хартией мирового здравоохранения 20 века. Великой Хартией мирового здравоохранения 20 века Батырхана Шукенова на казахском языке. Это, по сути, уникальный сборник. В тетради из 100 страниц собраны популярные произведения из альбомов артиста. Любимые песни Батыра впервые аранжированы и укомплектованы в одном сборнике. Издание выпустил фонд Батырхана Шукенова при поддержке фонда Булата Утимуратова. Проект журналистам представил брат Батырхана Бауржан Шукенов. Специально подошли так, чтобы музыканты разного уровня могли сыграть. Этот сборник вышел двумя тысячами экземпляров. Мы планируем половину этих экземпляров отправить по учебным заведениям, по библиотекам, по музыкальным учебным заведениям. Остальное, какая-то часть пойдет в продажу обязательно. Название здания – Сагым Дуние, что в переводе означает «Мир-мираж». Проект на протяжении года разрабатывали казахстанские композиторы и аранжировщики. В сборник вошли 14 любимых песен Батыра на казахском языке. Среди них есть произведения, написанные его друзьями – Куатом Шельдебаевым, Толегеном Мухамеджановым и Ренатом Гайсиным. Издание скоро будет доступно на сайте www.batter.fondation. В этом году фонд Батырхана Шукенова при поддержке фонда Булата Утимуратова запустил 4 проекта. Это стипендия имени Батырхана Шукенова для музыкантов, играющих на духовых инструментах. Издание CD и DVD дисков и республиканский конкурс исполнителей духовых музыкальных инструментов. Сайт «Кимотный издание». В этом году на поддержку и развитие вот этих вот проектов, которых я перечислил, 4 проекта, фонда было утверждено и выделено 70 миллионов тенге. Значит, все эти проекты предполагается завершить до конца 2018 года. Значит, о продолжении какой-то деятельности мы сейчас переговоры ведем с фонда Батырхана Шукенова. Почти у полумиллиона астанчан улучшатся условия труда. Сегодня об этом на встрече с жителями столицы рассказали представители Акимата и министерств. Насколько вырастут зарплаты и в каких сферах, расскажут наши корреспонденты. Встреча с населением в Астане прошла в неформальной обстановке, без трибун. Вопросы спикера могли задавать все присутствующие горожане. И одной из главных тем стало повышение зарплат, которое было озвучено в послании президента. По данным Акимата, с 1 января будущего года заработная плата вырастет более чем у 10 тысяч гражданских служащих. Увеличение их оклада в среднем составит 30-35%. Для этого из республиканского бюджета выделено около 2,5 миллиарда тенге. Также, по данным Акимата, увеличение минимальной заработной платы повлияет на рост окладов около полумиллиона наемных работников. При этом, как отметил вице-министр национальной экономики Руслан Даленов, доход увеличится и за счет налогоблажения. Один МЗП, личная заработная плата, не облагается налогом. Соответственно, если до 2019 года мы вычитали свои зарплаты, каждую из нас, 28 284 тенге, теперь этот ключ будет составлять 42 500 тенге. Соответственно, каждый работающий гражданин получит дополнительный доход 17 тысяч тенге в год. Еще одна злободневная тема, о которой говорили на встрече с горожанами – переполненность школ. В Астане ежегодно растет количество детей, поэтому эту проблему будут решать посредством строительства образовательных учреждений. В ближайшие пять лет планируется завершить строительство 37 школ и 10 пристроек. При этом 4 объекта будут введены в текущем году. До конца 2019 года ожидается вот еще 14 объектов. Проектирование новых школ ведется по обновленным степам, что позволит строить школу не на 1200, как было стандартно у нас, а на более 2500, а на 3000 лет. Новшества коснутся не только образования, но и медицины. Повышение заработной платы на 20% ощутят почти 600 участковых врачей и около 1000 медсестер. Кроме того, в рамках ГЧП проекта «Доктор у дома» запланировано открытие пяти поликлиник в крупных жилых массивах. Зарина Беремкул, Нуркен Токмурзин, Информбюро, Астана. В Атерау состоялся международный турнир по национальным видам спорта. Около 5000 человек пришли посмотреть на масштабное этно-спортивное шоу, а участники приехали из Монголии, Афганистана и соседней России. Самые ловкие, быстрые метки. В Атерауской области прошел турнир по национальным видам спорта. Байга, Кыску, Аудраспак, Кокпар и Жамбаату. Соревнования оказались очень зрелищными. Турнир состоялся в рамках реализации программы «Рухани Жангру». И главная цель – популяризация национальных видов спорта среди молодежи, видимо, была достигнута. И вот сегодняшнее мероприятие, оно тоже даст своего рода импульс к тому, чтобы казахстанцы, в частности Атраусы и гости города, области, они имели стремление, желание познать свою историю. В Байге больше всех впечатлили скакуны из Алматинской области. Гран-при в этом виде спорта составил 3 миллиона тенге. Спортсмены приехали на соревнования со своей группой поддержки. Такие соревнования, безусловно, способствуют духовному воспитанию детей. Хотелось бы, чтобы они проходили ежегодно. Призовой фонд этих соревнований можно назвать беспрецедентным – 43 миллиона тенге. А победитель в Кокпаре получил еще и особый приз – золотую камчу. Около 90% казахстанцев имеют дефицит витамина D. Но мало кто об этом догадывается. Ведь симптомы нехватки витамина – сонливость, усталость, упадок сил, перемены настроения и частые простуды – мы часто списываем на ежедневный стресс. Кроме того, недостаток витамина D у человека связан с развитием сахарного диабета, ожирения, бесплодия и даже онкологических заболеваний. Проблемы диагностики и лечения дефицита витамина D обсуждали казахстанские и российские врачи в рамках первой международной конференции, прошедшей в эти дни в Астане и Алматы. Врачи все чаще сталкиваются с проблемой дефицита витамина D. Поэтому на конференцию приехало около 200 специалистов из области гинекологии, эндокринологии и неврологии. Симптомы нехватки витамина D – это хроническая сонливость, слабость мышц, частые простудные заболевания, упадок сил, боли в ногах, спине и шее. Это раннее развитие ишемической болезни сердца. Многие онкологические заболевания, вот такие, например, как рак молочной железы, ассоциирован с дефицитом витамина D. Рак толстого кишечника невероятно ассоциирован с дефицитом витамина D. Этот амин D сопровождает людей, кто часто и длительно болеет острыми респираторными заболеваниями. У кого бесконечно какой-то парадонтоз, гингивит, стоматит, ангина. Витамин D неслучайно называют витамином солнца. Он в максимальных дозах вырабатывается тогда, когда наша кожа подвергается воздействию солнца. Однако одного загара недостаточно. Нужно употреблять продукты, содержащие витамин, такие как яйца, рыба, молоко и сыр. По данным врачей, необходимая суточная доза витамина D составляет от тысячи международных единиц. Получить ее только из пищи очень сложно. Выход один – принимать препараты, содержащие витамин D. Причем на протяжении всего года, а не только осенний-зимний период. До сегодняшнего дня в Казахстане было тяжело найти высокодозные препараты с содержанием витамина D. Казахстанцам приходилось его заказывать через интернет-магазины или привозить из-за рубежа. Однако не сертифицированный товар покупать очень опасно. Но сейчас эта проблема решена. Фармкомпании сейчас регистрируют высокодозный препарат с содержанием витамина D и официально продают его в аптеках. Один из таких препаратов – Детримакс. В Казахстане Детримакс с содержанием витамина D тысячи единиц представляет американская компания «Юнифарм». Детримакс – это не лекарственное средство, а биологически активная добавка. И перед применением нужно ознакомиться с инструкцией. Для Затахмеджа Номан Рината Бухаиров, Финформбюро Алматы. Штормовое предупреждение объявлено в трех областях Казахстана и в Астане. Там ожидается усиление ветра и гололед. Заморозки придут в Акмолинскую, Костанайскую и Жамбылскую области. А в большинстве регионов Казахстана синоптики обещают на выходные снег. На погоду влияет холодный атмосферный фронт, который пройдет через нашу республику. Практически везде будет пасмурно и с осадками. Кроме юга и юго-востока. Здесь прогнозируют погоду без дождя. Хотя на юго-востоке в ближайшую ночь еще возможен местами снег. И здесь температура днем прогреется до плюс 20 градусов. От погоды за окном многое зависит.